мессора закон жизни а твой господин я приказываю тебя приди это есть ваша так называемая эволюция вот так вот продолжаем проходить краш тест для высоких человеков короля высоких человеков и с разгона туда сейчас будет такая возможность чувствую сейчас будет она представиться еще вот все порядке да а здесь можно культурно цивилизованно вообще спуститься а в конце прошлой серии я думал не ничего хорошего здесь не будет вот могут же когда хотят ты думаешь в арбузах начнет попадаться нибудь из области стрел взрывных например слова очень хочется сейчас взрывные стрелы затестить на каких-нибудь варих желательно чтобы не такие прям мир за пакостные были и прям толпа ух не как надо так и их нету но я же говорю краш-тест ты не веришь но великой войны у нас было соглашение с драконами не вторгаться на территории друг друга но клал я на него с высокой колокольни давай критически взглянем на перки и подумаем надо ли ну объективно то чем я не пользуюсь такого до хера но только через него можно пройти дальше в итоге я могу брать вот эту хрень разве что уж все остальное мне надо этим я не пользуюсь но она чтобы пользоваться этим ради одного этого перка убирать наверное стоит оставить если я разочаруюсь полностью в магии да я переключусь на чё-то другое что она кстати здесь повелитель времени использует вершинное заклинание и что времени мастер может замедлить время до почти полной потери пульса остановки 20 в его окрестностях в то время как течение времени останавливается не остается неизменным для мастера звучит хорошо но подождите к вот сколько здесь магии надо 80 а здесь 60 до ну может быть хотя ну просто порубить такое устотник странное заклинание искателей позволяющие его создателю временно выходить из реальности показали заклинание активно создатель не может не атаковать не быть атакованным херня херня прям прям херня явно только для сюжета понадобится в каких-то паре случаев паре случаев не в общем не вижу смысла сшибать сейчас ради одного перка позднее чуток если я разочаруюсь откровенно это у нас храм девы дракона если что запомнили да все я даже вот на видео записал о жизнь да пожалуйста жизнь какие у нас тут активны угу 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 ну давай пробовать херня херня это можно попробовать а можно и не пробовать вот под таким углом по если а можно нельзя а и а и и и и что-то по моему не в ту сторону хотя авто сторону ничего не получится по-любому в другую там все заблочено хорошо если совсем куда-то сюда или забиваем на нее нахер а а а Надо так направить. Чтобы оно попало сюда. Но при этом... Не, надо задействовать то зеркало еще выше. Это вообще мимо бьет. Это туда не попадет. Туда не попадет. Только сюда. И вроде-то все логично. А, вот это можно двигать. Что-то я пропустил момент, что его можно двигать. Ну вот, наконец-то! Шесть кристаллов жизни! Слава тебе, Господи! Хотя тут, наверное, уже должно было быть восемь, если там вернуться и все обшарить и пострелять. Но... Нет! Король высоких человеков наотрез. Отказывается делать это. Скажи, почему? Такой... Опасно! Любопытная дева! Сегодня Миссора рассказывала о том, как велика жизненная сила драконов и как она делает их почти бессмертными. Ее глаза сверкали, когда она объясняла, как связана воля драконов. По ее словам, если дракону каким-то образом удастся сконцентрировать жизненную силу драконов внутри себя с помощью связанных воли драконов, что, блин? Он может стать хозяином жизни. Я не очень понял ее. Но она такая красивая. Я хочу, чтобы однажды она стала моей. Понятно, почему ты не очень понял ее. Такой опасный, смертный. Должно быть, она впитала сущность сердца драконов. Вот как они превратились в этих демонических птиц. Ну, не знаю, насчет птиц ты погорячился. Там в переводе не это было. В оригинале. Еще один горшочек. Все, вари давай. Да ладно! Неужели? Мои любимые тролли! Я же сейчас устрою здесь стелс... Стелс-заезд! Ё-моё! Магический. Волшебный стелс-заезд. По жопам тролльским. Смотри, смотри, смотри. Он же приближается. Он же близок. Вот ты, мразота. Все, он потерял меня. Все. Сейчас они успокоятся. Или нет? А-а-а! Ну, хорошо. Тогда стрелы. Будем тестировать мои новые взрывные стрелы. Желательно собрать всех вместе вас. Что же вы мне так мешаете-то, ребята? О! Там еще не все. Ладно, этот не пойдет. Все равно. Давай. А-а-а! Ясно. Радиус взрыва не очень. А жаль. И что мы мажем? А? Ну, я бы так не сказал. Тут не в них дело. Честно говоря, облом с этими стрелами взрывными. Не то, что они плохие, но они действуют совсем не так, как я думал. Ну, ладно. Ну, в принципе, против этих тварей летучих будет норм. Пал. А ты чек, это шаман, что ли? Я не понял. Хотя не узнаю. Постой! Постой! А-а-а! Вот где вы, ребятки, тут еще собрались. А можно вспыхнуть тебя вниз, а? Можно, но это неэффективно. Ну, че ты, остановись. Окей. Ёперный театр. Ты даешь вообще, а? А шамана только расстреливать получается, да? Ребят, у меня компания. Ну, ты всем навешал. Молодец. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Ну, по идее, они нужны, чтобы либо эти тернии ломать. Либо просто они более крепкие, и все. Ну, ребята! Смотри, шаман подключился. Или это не шаман? Выглядит шаман типичный. Я забыл про этот толчок, кстати. А я смотрю, кое-кто тут больше и давакин, чем у меня здесь с мечом. Хрена себе. Военачальник. Ладно, почти шаман. А, извините. Что такая, сволочь? Во время боя решил залезть в тот сундук ваш. Нет, и выйди из-за факела, а? Ладно. Насколько с ними легче, можно дурачиться. Делать, что хочешь. Попробовать заклинания, стрелы. А эти твари с крыльями, они такого не позволяли с собой. Обращение. Свободный дух. Не то, что мне не нравилось быть слугой храма дракона, но, сколько я себя помню, единственное место, которое я вижу, это скучное место. Это скучное место. Я хотел бы отправиться и увидеть другие земли. Иногда Киба рассказывает нам историю о времени до того, как драконы привели его сюда. Он всегда говорит о месте, где солнце согревает тебя. Существует ли такая земля на самом деле? Конечно, существует. Земля Санникова. Документалку я не видел, что ли? С этим. С Витцыным, скажись. О! Очко! Так, сколько там еще надо до этого? Два. Стрелы. Стрелы, да. Плюс четыре, плюс два. Но эти взрывные или невзрывные? Как понять? Обычные или взрывные? Офиг его знает. Ну ладно, скорость, давай скорость свою. И натягивание, и скорость. А здесь что? Ага. А, имеется в виду несущая способность. Тут еще какая-то будет несущая способность стрела. И они все одинаковое количество. Сейчас. По 14 штучек. Понятно, понятно. Ну окей. Я не против. Надо из него делать лучника. Было изначально, если что. Было бы проще. С самого начала. Такс. Наверх только? Или что-то еще было позади? Вроде нет. Чуть про него не забыл. А бегаю, ищу что-то. Что-то ищу. Не понимаю, что. Бисер, оказывается. Метать захотелось, да? Ну да, ну да. Бегаю, главное. Без оглядки. А тут что? Ага. А сюда нам надо было. Секундочку. А тут еще что-то может быть интересное. Помимо виселицы. Нет, 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 нет. Хотя? А наверх можно? Нет, а самый верх есть. Ну все. Что-то нашел. Экономь меня срочно. Вон, нам сюда. Здесь все держится на честном слове. И на двух арбузах. А ведь они явно в какой-то момент этих полухоботов и летающих отправят вместе. Я чувствую ее присутствие из яйца. Из арбуза-то хотел сказать. В конце дороги. Я поглотил столько драконов, что сбилось со счета. Моя сердечная сущность слабеет. Я чувствую, что смерть нависла надо мной. Я больше не чувствую присутствие других драконов. Воля драконов отвергает меня. Я не буду останавливаться. Я должен поглотить саму волю драконов и стать новой волей. Я стану тем, кем не смогли стать другие драконы. Я не хочу умирать сейчас. Не после того, кем я стал. Ла. Может быть, та ла. Миссора теперь Митвай. Последнее желание драконов исполнено. Воля драконов должна признать меня сейчас. Но почему я ничего не чувствую? Потому что ты бесчувственная, бессердечная тварь. Которая полу хоботов, полу росликов и полу всех остальных убивает. Может быть, поэтому? Не приходила такая мысль в голову? Попробуем? Ага. Не знаю. До самого сракмана, кажется. Это ей стрела. Что же мне еще надо такое найти? А, подожди. Я же не пробовал магию на них, да? Я совсем забыл, что я не пробовал на них магию. Ну, попробовал я на них магию, и что толку? Давай еще раз. Плохо попало, да? Ты же представляешь, сколько вот таких вот хреновин уже за игру я видел. То есть, когда я найду эту способность, это все это вспомнить? Тут будет убийство с боссом, или он там? Или сначала тут, а потом там? Какой-то каменный гроб. Ты вонючий брат! Я никогда не смогу вынести в вонь этих ящериц. Куча идиотов, не знающих своего места. Считают себя равными высоким человеком. Че тебе надо, Арла? Че ты здесь делаешь? Что хорошего может сделать для вас их силой, если они не смогли остановить даже маленькую девочку? Это вам шанс измениться. Но они настаивали на своих принципах. И они столкнулись с последствиями того, что бросили вызов неизбежного. А в тебе не осталось ни капли порядочности. Ты позор для наших предков. Позорник. Понятно. Что ты за тварь такая? Тише, мать твою. Не переоценивай себя. За приобретённое жалкое... Жалкого пламени. Миссора! Дракон жизни! Как твой господин, я приказываю тебя. Приди. Это и есть ваша так называемая эволюция? Это и есть ваша так называемая эволюция? Как тварь ты упал, чтобы взять этот монстр как тварь, как тварь, как тварь, как тварь. А это был классный приём. Шикарный. А как насчёт стрелочек? У меня же их 28 штучек. Замечательно. Лучше, чем меч. И растворился. И появился. О! О, это что-то красивое. Молодец. Может врага стрелит, а? Ух ты какой. А хочешь огня немножко? Может тебе... Оно прям даст по рогам хорошо? Вроде немножко даже пожарился. И продолжает жариться. Когда не исчезает куда-то там. Нормально, мне нравится. Жарить его неплохо. Да-да-да-да-да. Я понял уже. А теперь постреляем. Ну, сука ты, а. Врага. Не, чё-то до лампочки. Всё, херня. А вот это не херня. Так а где глаза вообще? Или имеется ввиду, он и есть глаза. Ах ты, сука, хитрожопая. Ну! Тварь. Тварь. Не надо в него почаще стрелять. Ладно. Ах так. Сейчас тебя зажарю. Ой. Скажите, я зажарю без магии, да? Это дерево рубить? О! Тактика напирания. Ты опять? Сука, как! Угу. Угу. Что это было? А никому не кажется, что он лечится, а? Мне кажется. Сука, правда лечится? У меня так плохо с уроном. А у него так хорошо с жизнью. Да лечится, да? Этого не ожидал никто. Даже ты, да? Не, мне кажется, у меня с уроном просто такая лажа, что... Может быть, попробовать парочку взрывных тебе? Он от них не загорается. Это минус, конечно. От этого он все-таки загорается, и так какое-то время горит. Даже несмотря на то, что... Он время от времени становится нематериальным каким-то. Сука, да подожди, а? Когда начинаешь его рубить, он начинает отступать. А этим он по-любому попадает. Что там у нас такое? Давай, может быть, таких стрел пару вкатим, а? Просто посмотрите, какой урон. Да, сука, твою мать! А ему досраки сейчас все. По-моему. Может быть, поджарить тебя? Да, нет. Нет. Вообще все до сраки, когда он эту хрень включает. Никасия, ты все это время за мной бежал? Обалдеть! Да-да-да. Ладно, надо переходить на стрелы, на обычные, потому что... Это именно то, что может ему нанести максимально быстро урон. Если он, конечно, не будет развоплощаться. Казела. Казела. Сука, ты со своим зелёным блоком. Заколебал. Да, он лечится вот этими зелёными своими порывами. Тварь. А может, не только имя. Может быть. Ну ты и тварь. Реально дракон жизни, а? Дракон жизни так, что ну его нахер. Угу. Угу. Подожди. Подожди. Да, блин. но чуть-чуть да и теперь ты бессмертный на время да нет но ты силой прошлого и настоящего с помощью магии искателей бессмертных пошел нахер убийство босса 7000 хр мощь исполненная квест дьяволы и герои в царстве тьмы есть еще четверо таких же чтобы вызвать их нужно знать обе части их имени и местонахождение гробницы ой ой как же пахнула то порхнула где-то рядом гарпия пролетела или как там валькирия вот точно но на 100 и 4 камня и три таких и стрелы отражающие и не отражающие по взрывных стрел дало нет не дало 1 хороший дядя был хороший и доступно еще одно очко навыков так хорошо стрелы справляются также хорошо они справляются что я прям еще что-то хочу на стрелы во вот это давно надо было сделать до давно надо было хотя сделать будет меньше эта тьма насиловать мозг и дух тоже меньше хорошо и наверно стоит вот эту фигню прокачать а то взрывные стрелы на такие себя а а я их всех спустил на него ничего и все наш позор тысячелетий воля драконов ваша наконец защитите пламя господня признав волю драконов я могу сжечь корни тьмы и скотч флай опаляющим пламенем ну и слава богу позже я что-то я такое хотел взять нет хорошие рогатые еще четверо таких и у каждого своя фишечка как у валькирии прям там как водится осколки творения конечно на данном этапе уже можно и не давать если честно ибо смотрится она как плевок в душу не иначе а там можно было вернуться наш недалеко было да отдавай не ради награды ради опыта рыбы хотя этот бой мне все перепутал в ну вроде бы не очень далеко лежать заодно сейчас и посмотрим сколько там опыта дают и стоит ли вообще она того учитывая что кристаллы с жизнью и со всем остальным говном попадаются здесь достаточно часто а тут вообще сплошные арбузы 6 стрел обычных 4 взрывные ну возможно чё-то и стоило гордый мародас мне совсем не нравится поведение миссоры она всегда преувеличивает в своей лесте повелителю мародаса повелить я молодос им выставляет всех нас плохом свете этот гордый дракон всегда кричится своим огненным нравом даже за малейшие ошибки конце концов он слишком избаловал они слишком забаловали его ведь он обладает наибольшей среди драконов близостью к огненной сущности если бы не вмешательство владыки макана он бы звук двух служителей нашего храма только за то что они не поклонились должным образом я знаю что это сука замышляет недоброе почему кто-то должен выполнять любые поручения такого безумного дракона как мародас последнее время из ее жилища посреди ночи доносятся странный туман и звуки но зачем мне вмешиваться я всего лишь слуга и если я навлеку на нее беду она настроит против меня повелителя мародаса а я с нравом мародаса от меня останется только пепел служитель храма драконов и хан я правильно понимаю что это все таки о людях речь они о драконах ну что это у меня не сходится если только о драконах речь а секундочку что-то я хотел посмотреть а вот этот хорошо а чё там по опыту вроде неплохо далее но я не обратил внимание сколько именно опыта дали но теперь конечно и само собой понятное дело грех не сжечь эти корни а раз она вот есть уже у меня ну да а бегать искать по миру это конечно но у нет да вниз там стрелы заново появились а возьми вот так да развитым луком я себя больше чувствую в безопасности чем сразу этой магии если что пока чё там у нас по стрелам вообще 28 на 10 на 4 а нам судя по всему еще очень долго спускаться еще эссенция магии или жизни так эту хрень эту 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 и все а но траектория не меняется по альбому армия них не катит а какая же должна попадать-то туда не получится а перекрывает только чуть и не нравится острый угол слишком это не то был кто-то не 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 нет 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 а если так не получится направить на тот а а а а а а а а а м 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 Тоже нет Не Никак А если очень-очень постараться Максимум Мхм Куда бы вот так сразу направить-то, а? Не так-то и много вариантов Но это как будто бы правильно Она просто какой-то такой мудрёный Поэтому такое ощущение, что как будто бы правильно Но Это ж тупик Полный причём Серьёзно, а? Опа Понятно Да ладно А такая вроде простая была Нет Не угадал с жизнью Это магия Хорошо Замок Эйден находится за землями Гарагов А прежде чем отправиться сюда, я должен посетить камеру последних искателей Да ладно А я уже думал Забыли про это Хорошо Угу 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 Перегиб Тут не так-то много вариантов На самом-то деле Это мой зигзаг зашёл в тупик Брать его, что ли, отсюда Не вариант Какую сторону Тебя направит Или подожди А может быть Ага Это, конечно, досраки А может сперва сюда Нет Не получится Редактор субтитров так это уже что-то можно думать елочку нарисовал вот и сущность жизни у меня по одной до получается дополнительный давайте сразу в испытании испытываться он классно лабиринты такие что в угу там очень прикольно мало ли щечу они за испытание придумают по идее прям туда отправляемся а вот лучок нас будет скачать на будет скачать взрывные болты известно конечно как они быстро пополняться как они часто будут попадаться но вот он корабль инопланетян 3 3 серия поэтому туда нет где-то близко что будет такое страшное что они так много всего дали то там же вообще по идее не понадобится это ничто из этого на разу жизнь раз дым пойдет смотри вот дает камера свечение это последняя камера искателей я знал я верил что то была не последняя хотя она была такая монументальненькая еще один источник энергии на этот раз фиолетовенький а нить пути иди без помех будь ходячим по пустоте носитель сферы претендовать на это да просветит тебя истина ну на самом деле не то чтобы я угадал это сел помогает мне проходить через инфекции тьмы а не то чтобы я угадал там же просто на способность была фиолетового цвета тут все очевидно вполне и все я не могу уже ускоряться ну и третью напоследок до этим угол явно не тот и я вор а а если а почти х почти на а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Это что-то очень близкое Чему-то мы срезаемся на этом моменте Чему мы на нем срезаемся? Вопрос Почти Просто немножко подрегулировать? Другой угол А не получится немножко подрегулировать? Хотя толку, а я туда отправлю его и что-то... Но он, в принципе, в это может попасть Нет, уже много Это мало Сука, что не так с вот этим вот зеркалом? Что-то не так Может быть, все-таки зря Нет, нет Вряд ли зря Там вообще нифига не получается Куда может отразить вон то зеркало? Или, может быть, стоит на него сделать акцент? Нет Не так, конечно А А толку, да? Ну все Ну все Круг замкнулся В чем мне казалось, что я попаду на эту и все сразу станет как надо, да? Мне надо направить как-то на центральную, верхнюю его И тогда А толку? Ну если на нее отразиться в эту фигню Может быть, конечно Но тут вообще не тот угол, чтобы я на нее попал Хотя Нет, все равно не тот Капельку не хватает Капельку Хм Ммм... Ммм... Где ж ты есть-то? Здесь сильно может быть сразу так. О-о-о... Вот она, где была моя ошибка. О-о-о... Пентаграммы эти рисованные. Вот. Но эту камеру мы пройдем, наверное, за следующую серию. За одну. А раньше не было такой трассировки здесь херни этой всякой. Это значит, что там по-любому сразу смерть. Так, а там и так всегда было падать. Ну, в общем. Мне понравился новый босс. Особенно учитывая, что это как бы пять боссов. И у каждого наверняка свои фишки. Этот растворялся в воздухе, а другой, может быть, что-то иное совсем делает. Может быть, кто-то из них даже летает. Кто его знает. Если тебе понравилось, ставь лайк. За это большое спасибо. Вот. Большое спасибо всем за компанию. И отдельный респект спонсорам канала за поддержку этого нашего волшебного, непостижимого чуда, которое здесь творится. Тем более, что они так и не написали досконально. Это все-таки инопланетяне или предыдущая раса знает. Наверное, инопланетяне. Ну, я так думаю. И... Па-бай! Па-бай!